Значит, экспериментальное подтверждение кванковой отемпоральности. Ну, сразу по ходу дела о термине. Что такое отемпоральность? Это под отемпоральностью понимается некая вневременность каких-либо процессов. Невременный характер. И, безусловно, в начале, прежде чем говорить непосредственно об экспериментах, поговорим о некоторых теоретических предпосылках, научно-философских предпосылках, в роли которых выступает некоторое построение известных авторов. Вот хотелось бы оттолкнуться в своих рассуждениях, абстрактных, теоретических рассуждениях, от принципа развлечения Петра Михайловича Колычева, поскольку он очень емкий и, с моей точки зрения, глобальный. Смысл его в том, что существует только то в бытии, существует только то, что имеет различие. И, исходя из этого принципа, мы очень многое можем объяснить в бытии. И с этим принципом очень хорошо согласуется подход Фалько, московского философа Фалько Вилановича, который предложил такую модель фундаментальных типов реальности, которые не делят мир привычно на материальные и идеальные, а предполагают и некоторые переходы. Вот если мы разделим с вами, так сказать, какой-то квадрат, разделим на четыре части квадрата, то мы сможем... Вот, допустим, имеются физические взаимодействия. Физические взаимодействия реализуются в пространстве времени, и это известно, что они реализуются именно таким образом. Но если существует реальность, которая реализуется в пространстве и времени, то, исходя из того же принципа развлечения Колычева, должна существовать некая реальность, которая реализуется вне пространства времени. Ну, назовем это реальность духовной реальностью. И в соответствии вот с предположением Фалько, существуют и промежуточные типы реальности, а именно реальность, которая реализуется во времени, но не реализуется в пространстве, к такой реальности, вероятно, будет справедливо отнести психическую реальность. Ибо психическая жизнь человека имеет вполне конкретные, локальные, обозначенные во времени, во времени, которые нужно локализовать во времени, пределы. Но она, психическая жизнь человека, не имеет в пространстве, не имеет локализации в пространстве. То есть мы можем перемещаться со своим мозгом в пространстве, мы можем, так сказать, вообще... Ну, известный случай, когда люди вообще лишаются практически всего мозга, тем не менее, мыслительные виды человека присутствуют. То есть нельзя локализовать мышление какой-либо области мозга, или вообще ограничить ее в голове, ограничить мышление. И существует реальность, которая реализуется в пространстве, но не локализуемо во времени. Ну, скажем, к такой реальности можно отнести физические законы, которые определенно, их проявления мы наблюдаем в пространстве. Ну, скажем, закон гравитации, какой-то другой закон. А наблюдая эти проявления в пространстве, мы не можем этот закон ограничить каким-то временным промежутком. Он работал всегда и будет работать всегда, по всей видимости. То есть законы природы не имеют временных ограничений. И, тем не менее, их проявления можно локализовать в пространстве. И с точки зрения теории детерминированной бесконечности, автором которой я имею в виду, к такой реальности относится и перемещение квантовых микрообитов. Тоже к той же реальности, которая асемпорально по определению. И сейчас вот настало время перейти, собственно, к теории детерминированной бесконечности, о которой сейчас пойдет речь. Сейчас я попытаюсь вам ее показать. Вот она здесь. В общем, в целом, я не буду повторять того, что написано здесь на экране. Основная идея теории детерминированной бесконечности, что перемещение в непрерывном пространстве реализуется по дискретной троискотке. Ну, это значит, что невозможно пространство... Вот мы начинаем делить какой-то объем пространства и делим все на более мелкие объемы пространства. И в любом случае мы в объеме пространства, в таком, сколько угодно малом, обнаруживаем нечто происходящее. То есть невозможно мысленно прекратить эту операцию деления пространства и представить, что оно лишено каких-то событий. Имеется это физическое пространство. И в силу этого мы можем утверждать, что пространство непрерывно, непрерывно, ибо противоположное допущение о том, что пространство дискретно, приводит к тому, что мы с необходимостью должны констатировать существование в природе абсолютной, совершенной пустоты, что тоже представляется нонсенсом совершенным с точки зрения логики, либо как может существовать, имеет существование то, что абсолютно не имеет существования. Абсолютная пустота или совершенная пустота – это проявление вот того самого абсолютного небытия, которое, по всей видимости, существовать не может в силу вот этого парадокса отсутствия. Парадокса наличия отсутствия. Не может существовать то, что лишено существования. Ну, это мы углубились в такие вот коллизии чисто философские, но тем не менее, значит, вот непрерывность пространства трудно отрицать, потому что в противном случае мы столкнемся с логическими парадоксами. То есть пространство непрерывно. Это значит, что оно состоит из бесконечного множества отрезков. И каким образом объект физически может преодолеть вот это бесконечное множество объектов – непонятно. И вот эту мысль как раз и выразил в своих опоре в Зену. И много веков эти опори, так сказать, существовали и интересовали умными мыслителями, потому что на самом деле – а как? И вот такое впечатление, что с появлением квантовой механики появилась возможность решить эти опори в Зену, логическая возможность. Ибо ни один из известных в науке экспериментов не показывает, что квантовый микрообъект перемещается в пространстве в постплошной треугольник. Более того, скрытые параметры отрицаются, той же теоремой Фон Неймана отрицается. И в силу этого очень разумно предположить, что траектория квантового микрообъекта дискретна. И траектория квантового микрообъекта дискретна. И микрообъект перемещается по этой траектории путем своеобразной телепортации снова возникает. То есть он исчезает в одной точке пространства и возникает в какой-то смысле. Причем Гильберт и Бернайс, начать 20 века, Собственно, эту мысль высказали в своих известных исследованиях, где они говорят о том, что в отличие от классической точки, в отличие от классической точки, точка в микромире перемещается непоследовательно и поточечно. То есть объект микромира не проходит последовательно и поточечно, все возможные точки между двумя какими-то точками, в которых он определенно находится. И Гильберт и Бернайс изложили вот таким образом характеризовать квантовое движение. Следующая позиция. Элементарное перемещение квантового микрообъекта, а темпорально тоже это позиция. В теории детерминированной бесконечности. В теории детерминированной бесконечности фиксируется. Вот я вам показал эту схему, графическая схема дискретного движения частицы. Частица взаимодействует, с ней что-то происходит в какой-то точке пространства, потом она мгновенно перемещается в другую точку пространства, и там взаимодействует, потом в третью точку пространства, и вот таким образом перемещается в пространстве. Это элементарное перемещение объекта от точки к точке, оно везется совершенно мгновенно, вне времени. То есть от темпорально. И если бы это было не так, и объект на какое-то время исчезал с пространства, это бы нарушало закон сохранения мира. Если бы он перемещался по сплошной траектории, это было бы скрытыми параметрами перемещения. Что в общем не укладывается в современное представление. Таким образом, третья позиция, которая... Да, значит, следующая позиция, которую фиксирует теория детерминированной бесконечности, это квантаевая перепортация состояний реализуется отемпорально. Так, что мы не получаем. Значит, вы видите мысленные эксперименты Эйнштейна, Подольского Розуна, волна с фотонами, которые были предложены этими авторами. Суть его в том, что вот от одного атома два фотончика летят в разные стороны. Если на пути одного фотончика прибор, который изменяет направление поляризации этого фотона, то второй, который летит в совершенно противоположную сторону, тоже изменяет направление своей поляризации. И вот в 82-м году, в 82-м, 83-м годах, эти эксперименты были проведены реально Аспыком, Аланом Аспыком, эти известные эксперименты, которые как раз и фиксировали вот такое положение дела, вот такой вариант квантовой нелокальности. Когда один микрообъект, функционально связанный с другим, мгновенно телепортирует ему информацию о своем состоянии. Таким образом, я возвращаюсь к началу своей специалистической части. Мы исходили из принципа развлечения, что в природе существует только то, что имеет развлечие. Мы пришли к идее вот такого подхода Фолько к фундаментальным типам реальности, когда имеются четыре типа реальности. И один из этих типов – это потемпоральная реальность, то есть невременная, которая со своей стороны тоже постулируется теорией и детерминированной бесконечности, как разрешение о поле единоморах. Более того, она подтверждается экспериментом. Ни один эксперимент известной науки не говорит о том, что микрообъект перемещается по сплошному треугольному. Более того, существует другой вид отемпоральности, отемпоральности сообщений или передачи информации, репортации состояний, которое сейчас уже, слава богу, признается научным сообществом, но для этого нужно было провести вот эти известные эксперименты АСКОХа в разрешении теоремы Беллова. Теперь мне бы хотелось перейти к следующей части моего доклада. Я вам сейчас покажу. Вот этот самый эксперимент, описанный Фейманом в своих лекциях. известных. Сейчас я его прокомментирую. Вот это у меня. Зимит Аббусик Левский. Значит, вот что пишет Фейман. Вот об этой схеме. Мы видим, что если протон и водородный ион как-то расположить близко один к другому, то электрон не останется подле одного протона, а будет перескакивать от протона к протону и обратно. Если сначала он был близ одного из протонов, то затем он начинает колебаться туда и назад, между базисными состояниями, первым и вторым состоянием, давая решение, меняющееся во времени. Чтобы получить решение, отвечающее самой низкой энергией, которая не меняется во времени, необходимо, чтобы вначале система обладала одинаковыми амплитудами пребывания электрона возле каждого из протонов. Имеется только один электрона. И это он имеет одинаковую амплитуду. Быть в амплитуду, равную деленную на корень из двух, по величине, быть в том или ином положении. Вот это Фейнманские лекции по физике, в том, восьмой, главолочная. Что интересно, в этом эксперименте, который, вероятно, можно реализовать? Интересно то, что и что для нас важно. Важно то, что в последнее, буквально в последнее время, в 2012 году подтвердилась возможность наблюдения индивидуальной квантовой системы без нарушения ее состояния. Эксперименты Сержа Араша и Дэвида Уэйнленда известны. Как раз за это ими получена Нобелевская премия в 2012 году. Таким образом, мы можем смело утверждать, что если в этой ситуации, в консультации этого конкретного эксперимента речь идет об одном конкретном электроне, об одной индивидуальной системе, а не о разной системе. Вот это для нас очень важно. Так вот, я предлагаю сейчас вам несколько, точнее, это будет 12, 13, 14, и все равно. Объяснение, самых разных объяснений вот этой ситуации, физической ситуации, которая возможна в эксперименте, которая необходима логические объяснений. Каким образом? В 50% в случаях электрон окажется около одного протона, а в другой 50% в случаях он находится около другого протона. Каким образом можно объяснить его перемещение вот этих, между этими двумя относительно удаленными областями? Итак, начнем с самого такого, сейчас объяснение вот этого ключевого эксперимента, интерпретации вот этой схемы. Начнем с самого такого напрашивающегося классического объяснения в духе скрытых параметров, ну, Эйнштейн и другие рассказывал в разные годы эту возможность, что на самом деле электрон перемещается между областями в какой-то конечной скорости и просто существуют некие скрытые параметры перемещения, которые мы просто наблюдать по каким-то причинам не можем. Думается, что вот такому объяснению, классическому объяснению вот этой схемы противоречит сам эксперимент, потому что ведь электрон никогда не обнаруживается в промежуточной области между протонами. Он всегда либо около одного, либо около второго. Вот если бы была бы хоть какая-то вероятность его обнаружения в промежуточной области, тогда можно было бы удалить о том, что существуют какие-то вероятно скрытые параметры. так что эту возможность классического объяснения вероятно нужно признать в состоянии. Существует некий так его обозначим предельный случай классического объяснения. Предельный случай классического объяснения. В духе Василия Электрон может бесконечной скорости перемещаться в промежуточной области, а обнаруживаем то в одной и то в другой. Но представляется, что для того, чтобы какой-то объект, какой-то электрон перемещаться в бесконечной скорости необходима бесконечная энергия. Необходимо его разогнать до такой бесконечной скорости. И необходимо, наверное, чтобы было абсолютно пустое пространство, чтобы не перемещаться в такой скорости. И, наверное, опять же в этом случае подразумеваются скрытые параметры перемещения. Поэтому, по всей видимости, вот такой предельный случай классического объяснения в духе Мичилина тоже оказывается несостоятельным. каким бы образом Бор, допустим, Копенгагенская интерпретация квантовой механики могла объяснить вот такое появление электрона в одной области в другом. Не думается, что это так звучало бы. Существует некий два волновых пакета, которые образуют электрон. Один волновой пакет расположен около одного протона, другой около другого волновой пакет вот этого электрона. И просто в момент наблюдения эти волновые пакеты схлопываются к какому-то одному единственному состоянию электрона. И подразумевается, что вот такое объяснение, оно вроде бы все объясняет и ничего больше не нужно. Думается, что ведь речь идет о в волновых пакетах это вероятностные образования математические, а конкретное положение электрона это вполне физическое положение. Поэтому объяснять вот такой математической конструкцией физическое явление наверное тоже неправомерно. Каким образом еще можно объяснить вот эту физическую ситуацию? Ну, Залманов, известный автор в свое время в 20-м веке, в середине объясняет эту ситуацию следующим образом. Вообще-то говоря, давайте забудем, что пространство обладает таким свойством, как протяженность. И в этом случае все нормально. Электрон никуда не перескакивает, а пространство не имеет протяженности. И все нормально и хорошо объяснено. То есть предлагается нам что? Нам предлагается вот такое фундаментальное свойство пространства как протяженность исключительное. Не знаю, насколько это право между. Другой автор, уже наш современник Кузнецов предлагает вообще считать, что время обратимое. И существует настоящее, существует прошлое, и объект может курсировать между прошлым и настоящим. И таким образом мы можем тоже объяснить эту ситуацию. То есть нам предлагается другой вариант решения, когда мы отрицаем фундаментальное свойство пространства, необратимости. Фундаментальное свойство времени, а то, как его необратимость. В связи с этим, конечно, хочется вспомнить Илью Придожина, которая, так сказать, обучитель очень много сделал для того, чтобы показать, что необратимость времени присутствует всегда и везде, в любых системах, в микро- и в макро- мире. Думаете, что вот это объяснение тоже не является состоятельным? Как объяснить эту ситуацию? Еще можно в ситуации перемещения электрона из одной области в другую, мгновенного почерка. Можно объяснить в духе теории струн. Допустим, в пространстве времени имеются некие прорывы, прорывы так называемых, через которые объект просто туннелировать пространство. для этого мы должны представить, что, во-первых, эти прорывы есть, допустить их теоретически. Мы должны допустить, что эти прорывы происходят тоже на фоне какого-то более фундаментального суперпространства и супервремени, потому что, так сказать, непонятно на фоне чего возможны такие дырочки. Ну и вот эти допущения, да и потом, а как экспериментально проверить вот эту вот подобную ситуацию туннелирования через пространство и время это третья проблема. Тоже представляется, что вот такой подход не вызывает заверия. можно объяснить перемещение объекта из одной области в другую так, как объясняет его Эверет. Это с Эверетской интерпретацией квантовой механики. Что нам говорит Эверетская интерпретация? Что объект имеет одно положение в пространстве в нашем мире, а все остальные потенциально возможные, это все в других мирах. Значит, вот его потенциальное положение в другой области этого электрона, это в другом мире. Ну, знаете, а как обнаружить эти миры и почему в этом мире мы его обнаружим именно здесь, Эверетская интерпретация на это не дает ответ. Что уже как-то весьма и весьма сомнительно. Существуют ансамблевые и холистические объяснения, я их объяснил в одно целое. Вот эти два объяснения, они отрицают сам смысл наблюдения индивидуальных плантов. Если, допустим, Блокинцев говорит о том, что с точки зрения ансамблевой интерпретации бессмысленно говорить о судьбе индивидуальной частицы. Можно говорить только об ансамбле частиц. то Бом, Примас и другие, Дэвид Бом, Примас и другие утверждают, что вообще говоря мир един, мир един, и говорить о том, что какой-то один объект где-то что-то чего-то как-то перемещается бессмысленно. Это я, конечно, обрубляю эти объяснения предела, так сказать, обостряю их суть. Тоже представляется сомнительным такое объяснение. Тем более вот с учетом того, что последние вот эти эксперименты по наблюдению индивидуальных квантовых систем проведены и вот с этой точки зрения ансамблевой интерпретации не выдержит никакой критики. Существует инструменталистское так называемое объяснение. Когда физик рассуждает таким образом, главное считать и не задавать вопросы. Всего собственно. Не нужно даже объяснять эту ситуацию. Просто нет смысла. Потому что математический аппарат квантовой механики работает, работает прекрасно, работает замечательно и все остальные вопросы отлукавы. Вот такой похож известный. известный. Ну, я просто даже вот это объяснение даже не хочется комментировать. Следующее объяснение, которое может тоже учитываться нами, это палеонтическое объяснение. Вот Севальников есть такой автор на встрече, где сута философии, который объясняет квантовый парадокс, в том числе аналогичный парадокс. через бытие возможностей. То есть электрон в одной области существует реально, а в другой существует возможностей. А потом просто эти области меняются не стали. Тоже кажется странным. Так существует или нет? следующее объяснение квантологическое объяснение в духе многозначных логик. Каким образом обсуждать ученые, придерживающиеся вот этой точки времени? Вообще говоря, из логики нужно исключить закон исключенного, элиминироваться из логики закон исключенного тректора. И тогда наш объект действительно может одновременно занимать две точки абсолютно причем и даже не две, а три и больше. И никаких парадоксов не возникает. Менять логику для того, чтобы вообще менять классическую логику для того, чтобы объяснить планковую механику? Не знаю. представляется неоправданной. Существует нереалистическое объяснение. В духе Уидлера оно очень часто распространено, очень, так сказать, скажем так, большинство синдико-теоретиков придерживается именно этого объяснения. Наблюдение создает реальность. То есть реальность не существует сама по себе, без наблюдения. Вот мы наблюдаем электрон в какой-то области. Там он существует. А если в состоянии суперпозиции находится электрончик, то он вообще-то и не существует. То есть у него нет определенного положения в пространстве. То есть напоминает детскую игру. Закрыл глаза, отвернулся, не, просто закрыл глаза и нет ничего, что меня пугает. Хотелось бы вернуться еще к Эверетовскому объяснению, многомировому объяснению, когда мы подразумеваем, что электрончик находится в нашем мире в одной из точек пространства, во всех остальных точках вероятных где он может находиться. Это в других мирах происходит. Вот при такой миграции электрона из одной точки в другую, из одной области в другую, подразумевается, что наш мир, чуть ли не наш мир, так можно так ставать в Эверетовскому передачу, вместе с электроном перемещается в другую область. Это я в том, что в общем-то эта интерпретация вероятно все-таки тоже не состоит. Таким образом вот мы подошли к той интерпретации, которая предлагается ММО, а темпоральное объяснение, оно сводится к тому, что электрон вот в этой ситуации исчезает в одной области пространства и мгновенно в то же самое мгновение возникает в другой области пространства. Так называемая вневременная телепортация этого электрона происходит. Я упустил еще одно объяснение, которое тоже очень важное для нас. Как Фрэнкель бы, Яков Фрэнкель бы объяснил перемещение электронных, тоже телепортация, но во времени. Фрэнкель говорит, утверждает, что возможно регенерация микрообъекта в другой точке при его перемещении, что это и есть обыкновенное движение микрообъекта. Но между этими событиями исчезновениями объекта в одной точке пространства и его возникновение в другой проходит в какое-то время. Вот такая телепортация во времени. Но сразу возникает вопрос. А куда исчезает электронная? Почему нарушается закон сохранения микрообъекта? А что он не существует в тот момент, когда это не исчезает? Это сродни вот этому нереалистическому объяснению, которое ниже то, что сейчас обсуждали. Поэтому отемпоральное объяснение, которое предлагает СССР, оно связано с тем, что микрообъект исчезает в одной точке, в одной области и возникает в другой совершенно мгновенно. То же самое мгновенно. Абсолютно то же самое мгновенно, но последовательно в пространстве. Он не находится одновременно в двух точках, абсолютно. а последовательно в пространстве находится в двух точках. Но между этими событиями нахождение в одной области и в другой не проходит совершенно никакого времени. Вот это темпоральное объяснение, которое представляется интересным в основном думании. Ну, поскольку я автор, не доктор. Теперь мне бы хотелось оставить эту картинку. предложить некую такую мысленную схему объяснений вот этого самого эксперимента или этого самого перемещения объекта квантового, классических аналогий этого и вероятности истинности того или иного фундаментального истина. И для этого мне хочется привлечь вот такой кубик кости известная игральная кость, которую можно бросить и выпадет какое-то одно из значений. Так вот, существует интерпретация этого эксперимента, связанная с скрытыми параметами перемещения конечной либо бесконечной скорости, но перемещается по сплошной трассе и в одной области к другую. Конечно, такое допустить можно. Можно. Но аналогия классическая с этим кубиком такова, напрашивается, что кубик каким-то образом, ну так складываются физические условия, каким-то совершенно экстремальным образом они складываются, что кубик, ну или все силы, если начинает кубик компенсировать, кубик, значит, на ребро встал, встал на ребро, встал на ребро, кубик на ребро. Какова вероятность вот такого события, что кубик вполне ребро? Думаете, что вероятность этого события близка к нулю? Конечно, можно допустить, что это возможно. Конечно, можно допустить скрытые параметры перемещения объекта, но вероятность того, что таким образом сложились физические условия близка к нулю. Следующая объяснение квантологическая объяснение, когда закон исключенного третьего элиминируется из логика. Какое положение, вернее, какие вот этим кубиком ситуации можно поставить в соответствии с квантологическим объяснением? кубик покажет два значения, ну допустим 5 и 6. Вот вероятность такого положения дел, ну конечно, кубик это макрообъект, причем этого, аналогия естественной до какого-то предела подмога. Но тем не менее, вероятность того, что кубик покажет 5 и 6 одновременно равна нулю, строго равна нулю, не приближается к нулю, а строго равна нулю к нулю. Какое еще мы имеем объяснение фундаментальное того, что происходит на картинке? Объяснение в духе нереализма. То есть кубик показывает некое значение 7, допустим, какова вероятность того, что кубик выпадет семерочкой. Ну, думаете, что в соответствии с таким событием можно сопоставить отрицательную вероятность? Что такое отрицательная вероятность? Ее можно трассовать таким образом, что выпадение семерки противоречит самому понятию коси. квантового объекта из реальности из физической реальности противоречит самому понятию квантового объекта. и существует то отемпоральное объяснение, которое предлагается вам. Это кубик показывает в соответствии с ним аналогия с кубиком. Кубик может показать одно из известных значений, например, 2 или 3. Вероятность вполне конечная этого события имеет. То есть вероятность имеет положительное конечное значение. Какие же выводы хочется сделать из всего его рассуждения, которое сегодня мело место в случае? Во-первых, нет ни одного физического или логического закона, которые бы противоречили квантовой атемпоралии. Ни одного логического и физического закона, нет, которые бы противоречили квантовой атемпоралии. А также квантовая атемпоральность перемещения объектов не атемпоральные перемещения атемпоральные перемещения объектов квантовыми не противоречит ни одному из известных экспериментов. Более того, можно даже подтвердить это перемещение, растянув вот эту дискретную траекторию таким образом, что мы имеем два положения возможных. электрона в двух областях, которые показывали на примере этого эксперимента. И вот этот шаг от одной дискрепности к другой исследует можно доказать это атемпоральных перемещение. Если эксперимент показывает, что вероятность квантового микрообъекта в пространстве строго ограничена двумя удаленными друг от друга областями, значит, квантовая атемпоральность перемещения можно считать доказанной. Ну, в связи с этим возникает, конечно, ряд вопросов. А насколько универсально атемпоральное перемещение объекта? Насколько оно универсально? Думаете, что вот существует такая принцип бритвы акады? Если мы наблюдаем какой-то эксперимент показывает, что перемещение квантового объекта атемпорально, то почему не предположить, что оно универсально вообще в микро-мире? Не надо плодить множество из-за необходимых в микро-мире такой принцип универсальный. Каким образом квантовая атемпоральность или представление о квантовой атемпоральности изменит научную картину мира? Я неоднократно слышал от физиков, что тут нужно менять очень многое в представлениях. С этим я соглашусь, наверное, в представлениях наших. нужно много поменять. Ведь неприятие квантовой атемпоральности связано исключительно с психологическими причинами. социально- психологическими, но не как физологическими. И, конечно, нужно, наверное, что-то поменять в сознании, чтобы применять это представление. Но я не думаю, что в математическом аппарате квантовой механики это представление что-нибудь не будет. Ну и последнее. Мне бы хотелось обратиться к участникам семинара. Вы бесконечно любите науку, любите не любите кошелеты, не какие-то почести, награды. Вы бесконечно и бесконечно преданим людей, которые собираются вокруг семинара. И конечно было бы наверное я обращаюсь к вам с просьбой поддержать вот этот слабый росток нового в научно-философском усмыслении. Может быть как-нибудь образом оформить эту идею темпорально математически, физико-математически. Может быть у кого-то она уже назревает ее можно обозначить. Может быть каким-то образом предложить какую-то именно физико-математическую интерпретацию плантовой механики, которая была интересна научному ученому сообществу. Потому что я-то получаю как поддержку от ученых, так и рогань, и человеческое проклятие своего адреса. В пользу обвинения была в каких-то невежестве. Я это нормально к этому отношусь, но тем не менее требует эта идея осмысления именно физиками. Я представляю. А поскольку я все-таки философ и не физик, мои возноси ограничены. теперь я готов конечно. Я спасибо вам за внимание. Я готов ответить на вопросы, участвовать в дискуссии, какой план организаторов. философ Максим Григорьевич за доклад. Мы даже задержали свое слово. 40 минут где-то уложились. Хорошо. Ну, ладно, тогда приступим к обсуждению. Если у кого-то есть какие-то мысли, вопросы... Есть, есть. Михаил, без всех, как всегда. Ну, а как же? Это проектов. Можно? Да, Михаил, тогда я вам слово представлю. Значит, у меня первый вопрос к уважаемому докладчику. Там написано доклад «Экспериментальное подтверждение квантовой отемпоральности». Я может быть что-то не понял. В чем экспериментальное подтверждение? Какой эксперимент вот именно этому соответствует допустим данному нестукованию истукованию, ну, чего-то там. Первый, ну, это пока вопрос, потом еще несколько вопросов есть? Я по очереди можно? Я забуду отвечать на несколько вопросов. Можно я на... Да, конечно. Да, пока вообще. Мне представляется, что квантовый туннельный эффект подтверждает как раз вот такой темпоральный характер привлечения. Причем думается, что квантовый туннельный эффект, а эксперименты уже такие проводились, когда туннелировался не один объект, а порядка 100 тысяч микрообъектов туннелировалось. тут, конечно, немного, но тем менее, видимо, это не предел. То есть можно туннелировать какие-то уже ну, может быть, не макрообъекты, но близкие по массе к макрообъектам какие-то множества микроселл и уже исследовать более целенаправленно саму атемпоральность этого процесса туннелирования. Я думаю, дело в том, что я не экспериментатор, даже не теоретик, физик. Я могу предполагать, что такие эксперименты возможны. Они либо уже проведены, либо проводятся. Я имею ввиду с отдельными электродиками. И я сослался на те эксперименты, которые мне известны на эксперименты Араша, Лайнленда, связанные с исследованием индивидуальных квантовых частей. Я не вижу никаких логических препятствий для того, чтобы вот этот эксперимент, вот этот эксперимент, о котором мы говорим, базовый, основной, который принят нами, чтобы он не был проведен, если он уже не проведен. Какие-то лабораторные такие? второе вопрос. Вот картинка очень хорошо, что она выстрелила. Я очень плохо вас слышу. Вы как-то громче наслажды. Это, видимо, свойство канала. Как всегда. Значит, вот у вас нарисованы два протона. Что между ними? Между этими протонами? есть ли там какая среда? Или это в чем находятся эти протоны? Что между ними? Это вопрос. Понятно? Я понял. Это некая промежуточная область, которая несопоставима с размерами микрообъектов и которая разделяет область А назовем от области Б. Она сопоставима с размерами самих этих областей. вероятного нахождения область да, там что-нибудь есть? Материя какая-нибудь? Не, ну там что-то происходит как везде, конечно. Вот. Или даже что на ваш взгляд там может находиться? Михаил, не ходите вокруг да около, вы хотите услышать слово эфир. Ну, я хочу услышать от автора, что он полагает. Я-то знаю, что там должен быть эфир, и там он есть. Ну, это, так сказать, не относится к данному докладу непосредственно. Мне хочется понять те модельные представления автора, которые он закладывал в данную идею. Еще подробнее, что может об этой среде между протонами? Какие-то что там можно предположить? Я единственное, что могу сказать, что у меня есть такое философское определение эфира, как я попытаюсь его вспомнить. Значит, эфир это среда, в полеугодно малом объеме которой, в полеугодно малый промежуток времени происходит бесконечное множество виртуальных взаимосвязанных событий и феноменов. Вот. С моей точки зрения эфир вот это. Хорошо. Я понял. Так, третий вопрос. Тут написано, нарисован электрон в виде вот этих вот черничек, который как-то странно себя ведет. То он тут, то он там. Есть ли какая структура у этого электрона? Что он из себя представляет в вашей модели? Имеет ли он какое-то настроение? Можно ли он предполагает его? Спасибо. Электрон безусловно имеет структуру как любой объект физический. Нет физических безструктурных объектов. Вы знаете, что даже Моисеев у нас структуру фотона предложил вариант. Безусловно, безструктурных объектов нет. Однозначно. Ну, точно, какого-то предъявления, конкретного представления пока вы не подвигаете. Нет, я не могу, я не физик. Я понял. Так, ну, я, наверное, так. Спасибо большое. Лиса, похоже, это не имеет значения структура в данном случае. Ну, да, мне тоже так. Ну, как тебе сказать? Ну, я, можно просто скажу, ну, тогда вопрос, вы говорите мгновенно, а темпорально. А я говорю, если он перемещается со скоростью, ну, близко к первой скорости звука в эфире, она там гораздо, гораздо быстрее скорости звука, о скорости света, но это уже не относится непосредственно к тому же, о чем говорил Докладыч. Нет, относится, об этом мы говорили, когда рассматривали предельный случай классического объяснения. Вот, это вариант скрытых параметров перемещения. Почему скрытых? Реальных? Ну, просто траектории. То есть, он имеет некую сплошную траекторию, которая является скрытым параметром перемещения. Среди скрытым параметром перемещения. Мы не можем, его увидеть. Нет, мы его не можем, наши средства наблюдения, что мы его не можем, но знаю, ну, я, предположим, есть эфир между ними, этот электрон, который представляет собой известную структуру в эфире, быстренько перебирается, так сказать, из одного вихря в другое, вокруг то одного, протон, то другого. Все быстро происходит, наверное. Ваши модели, он не телепортирует, а передвигается совершенно конкретно. конкретно в эфирной среде, имея совершенно определенную эфирную, так сказать, структуру, структуру среди эфира. И скорость звука имея. Да, имеется скорость звука, с которой может перемещаться, ну, в данном случае электрон. Ну, это говорит, что вот это эфире, вот это так примерно выглядит. Никакая отемпоральность там изначально не нужна. Ну, это, по крайней мере, в эфирных моделях. Ну, для этого нужно, так сказать, все-таки объяснить, объяснить вот эту скорость его перемещения большую, это, в результате, это скорость не дает нам обнаружить, она должна не давать нам никакой вероятности обнаружить, или кто-нибудь это, кто-нибудь выручил. Понимаете? Вот эту скорость это самое сложное объяснить. Знаете, что-то. намного порядков больше скорости света. Допускаю. Но допускаю в той степени вероятности, в которой кубик на ребро станет. Ну, я понимаю, все равно, так сказать, ну, скажем, вы это, как бы, в парадигме квантовой механики добавляете в нее еще атомпаральность, вот, которая, ну, так сказать, вот, мы не можем объяснить чего-то, но давайте введем новую сущность атомпаральность и тогда вот будем объяснять некоторые явления, которые мы до сих пор не объясняем каким-то причинам. Будет понятно. Спасибо большое. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok и тогда давайте я спрошу, я это вы говорите картинки из Фильмана, да? Это из Фильмана, да. В данной ситуации это какое-то поле вероятности на них не не субтитры создавал DimaTorzok вот вы имеете заштрихованность? Да, из-за того, что если мы говорим о вероятности на окружении, то есть вероятность в целой области, а у нас здесь целая область, так что обнаружить в какой-то точке электрон, это тоже отдельная вероятность. я обнаружил в целой области. То есть между внутри этой области он может находиться в двух точках в какой-то той или иной вероятности, но также может находиться между двумя этими точками. Смотрите, у меня есть протон 1 и протон 2. Я говорю, что есть вероятность обнаружить либо там, либо там. При этом у меня заштрихована область, где находится, может появиться электрон. Например, сверху слева. Он может появиться в какой-то из этих точек этой области. То есть получается, он может находиться не с двух точек справа или слева, а может находиться во множестве точек. Безусловно. То есть получается, он может находиться в любой точке или в любой точке между ними. Тогда вопрос, почему если только 50 на 50 обнаружить его либо слева, либо справа, а вот слева, локально, его можно обнаружить где угодно? Как это так? То есть получается, на расстоянии большие, вот это не за протонами, есть вероятность, как сказать, 50%. А слева, получается, вполне тебе сплошная траектория. Почему? Здесь тоже можно представить разные вероятности нахождения в каждой точке. То есть получается, может существовать какая-то траектория. Сейчас можно в любой точке его обнаружить. Это вообще-то есть сплошная траектория, нет? Это такая сплошная траектория подразумевает, что объект проходит некий участок, допустим, вот этот красный объект, последовательный поточечный. Да. То есть он вот так двигается? А как мы это обнаружим? Мы просто в каждый момент времени его там обнаружим. Мы так и эксперимент работаем. Мы смотрим в каждую траекторию мгновения и наблюдаем там какое-то тело находится. Так вот, получается, в левой этой области мы можем наблюдать сплошное такое движение, раз может любой точке. Вот знаете, вы говорите, что он не может находиться между двумя этими протонами. Он либо... Вот зона запрещенная. А то есть эта зона запрещенная, а вот то, что рядом с протоном, эта зона не запрещенная. Не запрещенная, это да. Возможно, значит, он может сплошное движение. Может, да. Да. Нет, так он перемещается там так же. Так же темпорально, так же, так сказать, телепортирует, что называется. Он может какое-то время, допустим, здесь перемещаться. С одной точки и в другую. В этой зоне, в этой зоне. В пределах этой зоны. Но здесь будут совершенно другие вероятности. Здесь не будет вот этой вероятности. как в этой зоне. Да, мне просто интересно, почему вблизи протона он может в любой точке находиться, а вот между протонами он не может находиться. Причина этой зоны должна быть. Понимаю, если бы он был только мог слева, либо только справа. Оказывается, слева он может на многих точках быть слева. Как-то... Ну, у меня нет ответственных точек. Хорошо. Максим Григорьевич. Максим Григорьевич, у меня вот такой к вам вопрос есть. Вообще, все категории философские, парные, вот, почему вы рассматриваете отемпоральность как единственную категорию, которая существует? Ведь, ну, вообще говоря, хотя такой категории, как парности, нету, но, в общем-то, это серьезная ошибка философии. Так как, вообще, говорят, все в природе парно. Вот, чем вы находитесь, чем вы объясните, что ваша категория единственная? А я никогда не утверждал, что она единственная, эта категория. Нет, но всегда надо тогда найти что-то другое в два состояния, может быть. Например, вот это темпоральное или... Ну, например... Ну, я понял, понял ваш вопрос. Значит, дело в том, что можно рассуждать таким образом, исходя из принципа развлечения полочего. Рассуждать таким образом, что раз существует движение во времени, то есть в макромире мы наблюдаем перемещение объектов во времени. И это ни у кого не вызывает никаких сомнений. То... А ведь об этом говорил, опять же, если я не ошибаюсь, Гильдард. Тот же Гильдард. Он говорил о том, что если мы начинаем делить движение до бесконечности... Вот мы начинаем делить даже не до бесконечности. Вот воду. Начинаем делить ее до... Делить, 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 делить. И в конце концов мы выходим на то, что в пределе у нас там оказывается уже не вода, а какие-то отдельные, так сказать, элементарные объекты, частицы, но уже не молекула воды. То есть вот Гильдард таким же образом говорил о том, что если мы начинаем делить движение таким же образом... Делить, делить, делить. То в микромире уже будет нечто отличное от того, что мы понимаем движение по движениям в макромире. И это вполне согласуется с принципами развлечения Ковачева. Что в макромире мы имеем движение во времени, значит должно быть какое-то движение, имеется в виду перемещение вне времени. То есть это совершенно справедливость с точки зрения вот такой же. Ну, в общем-то понятно, конечно, но вот мне так кажется, что вводя любые категории, более мелкие, чем которые имеются в философии, нужно сначала посмотреть, не пропущены ли там категории. Вот, например, та же самая категория парности. Вот категория относительно не имеется, такая категория. Почему-то категория парности не есть. А они друг без друга не существуют. А вот когда это все вот эти действия рассматриваются, совсем все по-другому выходит. Вот. Поэтому, конечно, ваше рассмотрение интересно, но оно однобоко, к сожалению. Спасибо. Можно вопрос? Можно вопрос? Мне слышно, да? Да, да, на вас, да, слышно. Василий Георгиевич, я бы хотел знать, вы как философ подходите к решению слоя проблемы как материалист или как и диалит? Как идеалист. Ясно. Я считаю, что вот здесь вот, кстати говоря, вот в теории детерминированной бесконечности это отражено. Или на отражено вот это вот, сейчас я посмотрю. Ага. Значит, нет, здесь нету. В теории детерминированной бесконечности есть еще такое представление об универсальной нефизической силе, которая является причиной нефизичности. Которая является причиной перемещения квантовых обычков. То есть эта сила согласует, согласовывает вот все эти перемещения между собой, синхронизирует. И, по всей видимости, обладает колоссальным шумрадом. Вот. И, ну, словарь русского языка, понятие силы – это не только физическая силы. Я адресую вас словаре. Вот. Поэтому, так сказать, с моей точки зрения, вот те мировоззренческие выводы, которые можно сделать из такого построения, очень серьезны в пользу идеализма. Да. А, Василий Григорьевич. А Вы как смотрите, вот я готовил интернет и читаю Ваши статьи, особенно это «Оздух из Белоруссии», сколько он, да? Мне казалось, что матанализ, когда решать задачи о геометрии и кинематике, вот эти результаты могут быть как будто бы рассматриваться как теория детерминирования бесконечности. Там действительно можно говорить о бесконечности, бесконечной точке в интервале. А когда уже следует реальный физический область, физический объект, там же здесь частицы же конечные, как бы это детерминирование бесконечности распространяется в область физики. Да, наверное, и я могу объяснить. Смотрите, когда мы работаем с математическими объектами, то мы вполне себе, как я хотим, пишем там бесконечности, нули, делим оно на другое. Проблем с этим не возникает. Работать с такими понятиями, как бесконечность, конечность, математики, что угодно возможно. Но когда мы переходим на реальные физические объекты, нам все-таки приходится от некоторых математических категорий отказываться, ну, ввиду того, что мы работаем в реальном физическом. И вот вопрос в том, как вы предусматриваете это у себя, то, что у нас все частицы конечны, и как в вашей теории детерминированной бесконечности это... Но мы наблюдаем только вот физический мир, это некая, так сказать, вершина Айдберга, того, что происходит вообще в реальности. И этот Айдберг, по большому счету, вот его подводная часть, она бесконечна. Естественно, что наука должна бежать от расходимости в теоретических построениях. Вот в этом я убежден, что расходимости в теоретическом построении как раз и действует по несовершенствию человека. Но ведь расходимости как раз и появляется тогда, когда точечный объект принимается за бесструктуру. То есть, когда мы игнорируем вот эту бесконечную делимость потенциальной, бесконечную делимость прослата. То есть, игнорирование непрерывного прослата приводит к расходимости в теоретическом построении. Таким образом, действительно, физик, реальный физик имеет дело только с практической бесконечностью. Для реального, нормального физика бесконечность – это что-то такое, что очень... Это гипертрофированная конечность. Что-то очень большое, что практически не имеет предела для нас. Но не бесконечная выстинность. И с этой позицией можно согласиться. То есть, бесконечность необходимо учитывать только в тех случаях, когда имеется какое-то философское построение. Для того, чтобы... Ну, она как символ, как знак, который дает нам возможность рассуждать в правильном отношении. В правильном направлении. Я немножко к другому мнению. Ладно, потом. Это хорошо. Да, это правда хорошо. Спасибо, Ана-Маз. Тогда, наверное, остается только поблагодарить вас, Максим Григорьевич, за доклад, за ответы. Спасибо. Спасибо организаторам семинара. Совершенно замечательно, что вы есть. И это прекрасно, что вы есть. Я не сомневаюсь, что в итоге семинар, который вы проводите, станет очень известным. И будет необходим очень многим думающим и мудрым людям. В любом случае, таковыми думающими и мудрыми людьми, вы уже как организаторы. Спасибо. И участники, конечно. Да. Спасибо участникам за вопросы. И, пожалуй, на этом я с вами прощаюсь. Через неделю увидимся на новом, на новой встрече. И спасибо за это. Всего доброго. До свидания.